здравствуйте дорогие зрители и мои подписчики на канале youtube голова садовая знаете вот сегодняшняя тема она наверно одна из моих любимых это картофель но не речь не о том как его окучивать как его сажать готовить к посадке о том как оздоровить посадочный материал который есть у вас и вы не хотите покупать импортный вы знаете совсем недавно значит копаясь новостной ленте в интернете я нашла такую ну небольшой такой значит объявленице где было написано за что можно наказать садоводов и огородников я конечно скептически очень отнеслась и к этой надписи значит на каком-то там сайте но все-таки я его открыла эту страницу и начала читать так вот пять пунктов 5 за что можно наказать дачника и огородника и один из них один из них это посадка картофеля и думаю как это так посадка картофеля ну все садят картофель а что мы его садить не должны мы же свой хороший вкусный оказывается дело не в этом может быть это был фейк а может быть это и правда надо проверить что вроде как бы имеется закон где написано вы можете сажать картошку пожалуйста собирайте ее ешьте но семенной материал вы обязаны покупать в магазине в специализированном представьте себе но я конечно категорически против подобных законов потому что вырастить свой посадочный материал это же просто сказочно это же гарантия успеха это же не просто вам ага пошел купил а если там болезни а если он только три года плодоносит тогда что не на покупаешься с нашими-то ага доходами в этом году картофель здесь не растет вообще и уже два года до этого не рост потому что подземные крысы съедает все но я вам показывала что я убрала тот картофель который был на опытной делянке где мы садили в уборозду и правильно насыпали на него удобрения я его пересадила вот в этот вазон вот да это будет не некоторый эксперимент как как он себя поведет это гала сорт как он себя поведет вот в таком случае до места мало очень может он квадратный будет я не знаю может треугольный но опять повторюсь сегодняшняя тема как оздоровить посадочный материал собственный и я хочу вам показать что сделать с картофелем чтобы снова ваш посадочный материал на несколько лет но минимум на 5 стал здоровым и сбросил себя множество болезней и естественно увеличил свой урожай вот смотрите я выкапываю ну один только выкопаю потому что мне все-таки жалко своей труды вот видите такой картофели ну у которой два отростка ну очень это все сырое я постараюсь отобрать всю почву чтобы вы понимали что я буду делать вот тут у меня картошка вы ее сейчас увидите вот она видите видите да вот чтобы оздоровить посадочный материал нужно вот отрастить у картофеля вот такие побеги ну в полтора пальца высотой ну вот видите это максимум 12-15 сантиметров здесь есть побольше но они тоже годятся сильно большие нельзя потому что они у вас при пересадке будут вянуть а вот в таком возрасте они себя будут вести очень хорошо значит вы поняли что эта половинка картофеля вот я очищу и она обработана было все как положено а это вот два две детки которые из глазков выросли и я их снимаю то есть отрываю от мамы видите и у меня получился вот один кустик и второй также снимаю вот вместе с корнями аккуратненько не надо корни рвать все отрывается очень хорошо потому что в скором времени и в земле тоже произойдет то же самое вот это нам не надо здесь уже ничего не вырастет хотя вот тут зачатки есть конечно ну на всякий случай вот тут еще видите не проросшие здесь вот несколько зачатков и здесь есть ну посадим в серединку но я хочу вам рассказать вот про это значит вот эту рассаду вы садите как рассаду помидор ну на расстоянии вот таком как я люблю это у нас в ряду такое расстояние а междурядья сделаете конечно вот такие потому что и окучивать и полоть и рыхлить придется обязательно то есть 80 90 сантиметров соблюдаем вот это междурядья этот картофель глубоко вы его не посадите хотя в принципе можете вот заглубить вот до этих листиков до вторых не до первых а до вторых и этот картофель очень быстро пойдет в рост очень много образует хороших корней и вот эти корни посмотрите это разные корни вот здесь есть вот такие вот вот они тоненькие мочковатые корешки да а вот это вот это столоны столоновые корни и на них уже видно маленькие картофелинки прям не знаю крошечные вот именно на них будет сосредоточен урожай картофеля и чем больше столонов белых столоновых корней тем больше урожая картофеля вот здесь я их вижу раз два три 4 5 ну 67 точно на каждом столоне будет по 4 5 картошек не меньше то есть голова очень урожай на 700 центнеров с гектара это супер по вкусу очень даже хороший но по срокам созревания он скажем средний ранний 75 80 суток то есть если его посадить в мае то в конце августа можно совершенно спокойно собрать урожай хранится она замечательно у нее 90 95 процентов после зимнего хранения выхода чистой хорошей продукции значит вы поняли да что это посадим рассадой и получим очень хороший урожай здоровой картошки который пять лет не будет болеть никакими болезнями если вы не будете пихать землю чего попала я шучу вот на этом я закончу всего доброго и до свидания